Всем привет! С вами Серёжа Ламзин. Мы снова на канале Вин Кондишн. Ха! Вы ещё не подписались и не поставили лайки. Срочно сделайте. Я, кстати, подписался. Третье видео про формат дуэльный командор французский банлист. И пришло время поговорить про контроли. Начнём с синих контролей. Не просто синих контролей, а синий контроль с комбо-аутом. На Теферии Темперал Архмаг. Вы спросите, ну, есть же много синих контролей. И вправду, традиционно в дуэльном командоре главный синий контроль и вообще главный синий генерал это Венелёнская Клика. За три маны, три один, всё как мы любим. Флэш, туда-сюда. Одна из самых первых колод, ещё в сорока хитах. Колода, в которой очень много баунса, очень много контры, но очень тяжело с вин кондишнами. Обычно просто Клика ходит в атаку, но понятно, что в современных реалиях, когда безумное количество ремувлов в колодах и безумная скорость формата, конечно, Клика не успевает за форматом. Значит, нужно придумывать какие-то новые реалии для синих контролей. И следующее, что было придумано, и чем люди играют, это, собственно говоря, контролей на High Tide эффектах. Вот, собственно, приведены все картинки прекрасной карты High Tide. Instant из Fallen Empires, который говорит, что до конца хода ваши острова дают на одну манку больше, когда вы их тапаете. Таким образом, вы выходите на гигантское количество синей маны, вы дальше с ней можете что-то делать. И вот если посмотреть на вот на этих двух генералов, Бараль и Кифнет, то каждый из них по-разному бьют эту большую синюю ману. Кстати, даже есть контролей и без High Tide эффектов, но все равно на большой мане есть с High Tide эффектами на синих существах, больших эльдразях, так называемые холодильники. В общем, есть там разные варианты развития событий. В Москве вот Леня Сердцев играет Кифнетом, у него там есть встроенные комбы, всегда сим-карт в руке, чудесно и прекрасно. Предыдущий синий контроль Jace, Baby Jace забанен, потому что очень быстрые полиморфы были, потом и полиморф побанили, но все-таки Jace не совсем честный, потому что он очень быстро флипается. Бараль вполне себе честный, поэтому его пока оставили, но разговор сегодня не про них. Мы сегодня поговорим про Тефери. Доминария, вы сразу вспоминаете УВ Плэнс Волкера, его там клятву, где он тоже вступал в дозор, но нет, мы с вами поговорим про Тефери Плэнс Волкера, который может быть вашим командиром. Что же он делает? За плюс один он делает слайд оф хенд, то есть вы смотрите две верхние карты колоды, одну кладете в руку, другую под низ колоды. За минус один он антапает до четырех выбранных перманентов. Я, к сожалению, не нашел карты в магии, которые антапают четыре перманента, чтобы проиллюстрировать его минусовую обилку, поэтому просто вот рассказываю. И за минус десять вы получаете эмблему, честно говоря, ни разу не делал минус десять, хотя очень много играет Тефери сам. Ультимейт делал ни разу. В общем, он за шесть ман с пятью каунтерами, за плюс один слайд оф хенд, за минус один антапает четыре перманента, вы спросите, ну и что такого сильного? Ну, смотрите, у нас есть оболочка синего контроля, про которую я буду рассказывать дальше, то есть контрипы, контра и баунс. Вот, собственно говоря, три таких столпа. То есть вы отменяете заклинания, баунсите, то есть поднимаете в руку угрозы, ну и, соответственно, контрипами ищите то, что вам нужно сейчас там подконтрить или там что-то поднять в руку. Но что выделяет Тефери по отношению к другим синим, моносиним генералам и колодам? Это комба, встроенная комба с картой, про которую мы будем говорить позже. И, собственно говоря, именно поэтому это контроль с комбо-аутом, в котором комба включает в себя генерала, то есть карту, которая лежит в вашей генеральной зоне. Ну, понятно, что начнем с монобазы. Монобаза у нас простая, как три копейки. 37 снежных островов и вот три вот эти земли. Вы спросите, зачем снежные острова? Они нужны для линзы, про которую расскажу чуть позже. Вопрос. Можно играть обычными островами? Не просто можно, а нужно. Теперь Merit Landscape. Фечка из командора, которая входит тапанная и ищет две базовые земли одинаковые. Ну и, соответственно, два Ancient Tomba. Один настоящий, другой чуть ухудшенный. Но поскольку в этой колоде 37 базовых земель и всего 40 земель, Land Drop вы не пропускаете. Поэтому Temple of False God работает, в общем, всегда. Что же колода делает? Ну, очень часто выход у колоды такой, смотрите. С первого, то есть на четырех островах, то есть на четвертый ход, вы говорите High Tide. С этих трех островов у вас шесть ман. Вы ставите Тефери. За первую обилку, смотрите, минус один, вы антапаете четыре острова. Берете восемь ман в пул и с восьми ман кассите Спираль, две маны в пуле. Спираль из Урза Саги. Ну, соответственно, как Time Twister только за шесть ман и, соответственно, антапы до шести земель. То есть вы берете заново семь карт. У вас две маны были еще в пуле. То есть здесь у вас потенциально десять ман в пуле. Новые семь карт. Ну, к сожалению, Тефери вы уже активировали. Но с новыми семью карт вы можете что-то попробовать сделать. Вот колода часто делает такое. То есть она как бы в неком смысле в никуда, но зато у вас есть Тефери на столе, семь карт в руке. Если у вас есть какие-то угрозы, то вы надеетесь, что в семи картах вы подробуете какой-то баунс и там сможете что-то понять. А возможно, кстати, вы подробуете комбу, про которую я буду рассказывать чуть позже. А, к сожалению, иногда со спирали вы дробуете семь земель. Ну, добро пожаловать в мир тяжелых контролей на сорока землях. К сожалению, бывает так. Значит, вот это первый, так сказать, самый простой выход колоды. Давайте посмотрим, что она еще. Мы продолжаем следовать Хайтайт. Ну, и если вы просто боитесь Хайтайт, то у вас много маны. Ну, очевидно, вы можете просто скастить Угина или просто скасти Мракулу. Просто тупо Хайтайт, всю ману в пул. Антаполи, четыре острова, еще много ману в пул. Просто поставили либо Угина, либо Мракула. Ну, там. То есть в этом нет никакого как бы комбо. Это просто Хайтайт и генералы. Вот у вас там появилось что-то большое на столе. Понятно, что это все нужно собрать в руке. Понятно, что это не всегда релефантно. Именно поэтому вот это все, это все такие планы Б. У колоды есть очень четкий план А. И вот, собственно, сейчас мы к нему и переходим. Давайте же посмотрим. Chain Whale. Легендарный артефакт из М15. Говорит следующую вещь. В конце вашего хода, если вы не активировали плансволкера, то эта штука заставит вас потерять две жизни. Но, впрочем, вы всегда будете активировать плансволкера. Смотрите. За четыре мана этапы она говорит, что для каждого вашего плансволкера по вашему контролю вы можете активировать его лоялити, абилити еще раз, как будто ни одна из этих абилити не активировалась в этом ходу. То есть, грубо говоря, за четыре мана этапы вы можете еще раз активировать плансволкера. Казалось бы, что там такое усиленное? Так вот, смотрите. Оказывается, все чуть-чуть тоньше. Дело все в том, что эта штука видоизменяет правила магии. И если, например, вы активировали... Мы эту штуку называем занавеской, потому что это та самая занавеска лилианы. Так вот, если вы каким-то образом активировали занавеску, потом ее антапнули, активировали еще раз, потом еще раз, например, там, десять раз вы ее антапнули, десять раз вы ее, соответственно, сактивировали. То, например, если после этого вы из руки выкладываете плансволкера, то ваш плансволкер из руки видит видоизмененные правила магии, и ему кажется, что вы можете не один раз использовать его лоялити, а одиннадцать раз. Вы понимаете, да? То есть, вопрос есть в том, как ее антапнуть. Тут мы вспоминаем, что ведь наш дефери, он же антапает. Ну, давайте посмотрим, как же выглядит комбо. Смотрите. Предположим, самый простой вариант развития событий. У нас с вами есть пять островов. С первой маны мы играем хайтайт. Соответственно, каждый из этих островов... Теперь дает по две маны, восемь маны. Смотрите. Итак, это потапано, это было на хайтайт. Смотрите. За четыре маны поставили занавеску. Еще за четыре маны этап занавески мы ее сактивировали. Смотрите, что у нас есть сейчас. У нас сейчас есть ноль ман в пуле и потапанные пять земель и потапанная занавеска. Вот если мы сумеем дефери растапать четыре перманента, то есть занавеску и три острова, то потом, когда вы снова потапаете три острова и занавеску, вот именно этот остров и будет вам давать прирост в мане. То есть смотрите. Четыре перманента, три острова и занавеска. Тефери антапает до четырех перманентов. Тапнули. У вас две маны в пуле, свободные с этого острова. Это пошло на активацию занавески. Антапнули тефери. Снова антапнули тефери. Вот давайте предположим, что когда вы поставили на стол занавеску, у вас тефери уже был активирован и на нем пять каунтеров. Ну, например, вы один раз сделали плюс один, один раз сделали минус один когда-то, зачем-то. Вот сейчас на нем пять каунтеров и, соответственно, он готов работать. Смотрите. Вы делаете минус один, на нем осталось четыре каунтера. Сделаете вот манипуляцию, про которую я рассказывал. И у вас остается две лишних маны, потом еще минус один. На нем три, четыре и так далее, и так далее. Когда он умер, у вас десять лишних ман. И что же вы делаете дальше? Очень просто. Смотрите. У вас десять ман, и вы раз, два, три, четыре, пять раз активировали занавеску. Поэтому, когда вы за восемь ман переставляете тефери из командной зоны, две маны в пуле, то тефери кажется, что он не один раз может активировать свою белку, а один плюс раз, два, три, четыре, пять, то есть плюс пять раз, то есть шесть раз он может активировать свои белки. Таким образом, очевидно, вы выходите в бесконечную ману. Вы вышли в бесконечную ману, но самое главное, во что вы вышли, вы вышли в гигантское совершенно количество возможностей активировать плензволкеров. И поэтому, когда вы вышли там на достаточно огромную ману, вы ставите следующего тефери и просто его плюсовой обилкой берете всю свою колоду. Поскольку это слайд оф хэнд. Ну и что же вы берете? В самом простом варианте вы берете Угена, которому кажется, что его первая обилити болт можно сделать не один раз, а вот тот самый, столько раз, столько вы активировали занавеску. Вы просто все это количество раз говорите, ну вот все эти активации плюс два Угена там в оппонента, и вы таким образом выигрываете. Вот, собственно говоря, как выглядит килл. То есть, нам нужно что-нибудь, что дает прирост по мане, хайтайт эффект, да, и, соответственно, занавеска и там три открытых острова. Вот как я показывал и так далее. Вот именно третий остров будет давать прирост по мане, чтобы потом... То есть два острова с четырех ман. Вы тапаете занавеску и антапаете, и эти четыре маны идут на активацию занавески. А вот еще две маны, они идут в плюс, чтобы потом перекачивать более дорогого тефери в следующий, следующий и следующий раз. Вместо хайтайда вы можете использовать линзу, импринтить под нее остров, и, соответственно, как хайтайт эффект, он будет давать, линза будет говорить вам, что ваши острова приносят на одну ману больше. Но! Для того, чтобы помешать оппонентам, чтобы их острова не приносили, именно поэтому играют с нежными островами, чтобы помешать оппонентам. Вот это, собственно, единственная причина, ради чего нужно играть с нежными островами, но, если вы не хотите заморачиваться, то можно, конечно же, само собой играть обычными. Также в колоде есть базальт-монолит, это артефакт из альфы, который стоит 3 маны, за этап дает 3 маны, не антапается, и антапается за 3 маны. Соответственно, он тоже дает прирост маны. Смотрите, два острова, монолит, три перманента, и, соответственно, занавеска. Вы тапаете два острова монолита, это 5 маны. Соответственно, у нас остается одна мана, ну, там, хотите синяя, хотите бесцветная, которая, соответственно, идет в плюс. Поэтому комба тоже работает. Таким образом, вам нужен прирост по мане, как только вы его получаете либо монолитом, либо хайтайд эффектом. За навеской вот, собственно говоря, у вас комба. Вот комба так работает. Колода контрольная, медленная, тяжелая. Главная фишка игры этой колоды научиться играть ей быстро, потому что это дроу-гоу-контрол. То есть, вы берете карту, говорите, ходи, берете карту, ходи. То есть, просто делаете ландроп и говорите, ходи, 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 ходи. Согласен, что немножко скучно, но на самом деле, если вы будете пытаться играть ей быстро, то вы увидите, что нужно очень много манипуляциями совершать быстро, потому что, когда идет комбо-килл, нужно много-много всего совершить, особенно если вы, например, как спиралью, я рассказывал в самом начале, крутитесь, ну, как говорят, в никуда. Давайте посмотрим, как мы можем помочь себе не умереть. Ну, вот, например, у нас есть два так называемых, так называемых таймволк эффекта. Это гигадроуз и экзошен, который, гигадроуз вы можете на обкипе просто потапать оппоненту стол, ну, там, земли, существа, что у вас не таковали, а экзошен просто говорит, что, это сорсери, что у оппонента не антапываются земли и существа. То есть, соответственно, таким образом вы можете покупать себе время. Поскольку у вас есть снапкастер, то эти карты можно перекачивать и таким образом покупать себе время. Но самое главное, вы покупаете себе время таймволком. Таймволк, правда, забанен в формате, поэтому мы играем аналогом таймволков за 5 ман. Вот их три штучки, все с разными названиями, поэтому мы играем. Да, у нас с вами три таймволка. Можно, конечно, играть и за 6 ман, можно играть и дороже, и там, Nexus of Fate. Пожалуйста, на самом деле, не нужно. Вот трех хватает. Часто килл выглядит так. Ну, точнее, не килл, а игра вообще выглядит так. Вы на, ну, предположим, четвертый ход, говорите, земля, там, хайтайт, тифери, антапнули, таймволк, пошли еще раз. К сожалению, потеряли хайтайт, но зато у вас в тифери сказал плюс один, тифери сказал минус один, чтобы антапнулся, но на следующий ход у вас там плюс одна мана, плюс один слайд оф хенд, то есть вы слайд оф хендами найдите что-то найти уже с тифери на столе, поскольку на нем много каунтеров, лояльности, то его довольно тяжело убить с атаки, можно только виндикейт эффектами, поэтому, если вы ожидаете виндикейт эффекты от колоды оппонента, вы готовите контру, но, в принципе, на таймволках можно далеко выехать, сделать много-много раз, там, снапкастер, опять же, в таймволк, ну, то есть, это такой классический прием всех синих колод и синих контролей. Как же все это находить? Ну, само собой, контрипами. И вот это привел к главной контрип-магии Брэйншторм, привет Денису Калошину. К сожалению, Денис, Брэйнштормом мы не играем в тифери. Ха, как же так, спросите вы, с самой сильной контрип-магией мы не играем им в моно-синей колоде? Ответ прост. У нас монобазы 37 островов и 3 небазовые земли. Мы просто не умеем зашафливать карты с Брэйншторма. Поскольку мы играем в дроу-гоу-контрол, то мы часто Брэйнштормом будем себя запирать. Поэтому мы, Денис, извини нас, не играем самым сильным контрипом за всю историю магии. Зато мы играем всеми остальными. Пондер, Преодрейн, Серум, Вижн, Проба, Пик, Опт, можно играть всем, чем угодно. Также в тифери лежит невероятная карта для всех синих контролей. Это все же Форос Канта. Почему? Ну, потому что она же флипается в легендарную землю, которая за три маны смотрит ваши четыре верхние карты колоды и ищет в них не существо и не землю. Но ведь тифери можно антапнуть. И очень часто вы получаете гигантский просто адвантыч тем, что вы антапаете Асканту, а еще можно сказать Турнобаут, а еще можно сказать Снап. Вы можете антапать гигантским количеством способов Асканту. и таким образом набирать, набирать, набирать себе карты, искать, искать, искать. Карта Сержфорос Канта просто создана для колоды Тиферии и темпера Лархмага. Ну, давайте посмотрим на те столпы синих контролей, про которые я рассказывал до этого. Контрипы, мы уже описали, это баунс, это контра. Баунс совершенно разный. Вот конкретно Бумеранга по баунсе пермонент нет, хотя очень хочется играть, просто не лезет. Есть репилы, там, снапы, into the royal. Также, как бы отметить, что в доминарии издали функциональный репринт into the royal, то есть еще одну такую же карту, ровно такую же, как into the royal, просто с другим названием. Мы, конечно же, тоже играем. Ну и куча всякой контры, и тяжелая контра, и легкая контра, и, конечно же, force of fill, потому что моно-синяя колода. То есть на самом деле, вариантов контры очень много. Мы не играем в этой колоде контры за 3 маны, хотя, в общем, можно играть, потому что это довольно тяжелая колода для игры. Но, в общем, вы вольны пробовать сами собрать эфири, так как считаете нужным. Под роликом есть лист, которым лично играю я, и который натощен мною уже до какого-то просто невероятного состояния. Можно начать с него, там, что-то поменять под себя. Но вот основа листа мне очень нравится, поэтому я ее очень рекомендую. Теперь немножко про массовый баунс. Ингульф, эвакуация и циклоник с эверлоудом позволяют вам размениваться в сумасшедшие расклады. То есть оппонент расставил стол, побежал кучу существ на вас, вы сказали одну карту, он все поднял, пока он начинает все это перекачивать, вы там что-то контрите, покупаете себе время. Отефери в этот момент всегда делает плюс один, плюс один, слайд оф хенд, слайд оф хенд, ищите себе карты, не пропускаете лендропы, в общем массовый баунс рулит. Ну и последнее это тютера, вам нужно искать карты, понятно, что у вас нет черного, нет зеленого, нет белого, со всеми чудесными тютерами. Вы говорите, синими тютерами, звезда колоды, спеллсикер из батлбонда, который ищет инстант или сорсериска мк 2 и меньше, в руку блокер, его можно под эвакуацию поднимать в руку, перекачивать что-то новое искать, модл за микстер, дизи спелл, тезерет, мерченд скроу, конечно, это все тютера, это тютера за различными картами, за кусками комбы, как например, тезерет, дизи спелл, ищет хайтайт, ну в общем есть много вариантов, много развития событий, можно по-разному комбинировать, количество тютеров, мне нравится такое, можно класть больше трансмут тютеров, ну в общем все по вашему вкусу. Ну и заканчивая наше видео, заканчивая рассказ про эту колоду, я расскажу про то, как она на самом деле чаще всего побеждает, как это ни странно звучит. Побеждает она как раз вот этой карты, стасис, сумасшедшая карта, изданная в Альфе, на которой много было колод в экстендеде, за 2 маны энчантмент, говорит, что все скипают свои антап фазы, но на апкипе нужно платить синенькую или ее сакать. Значит, часто килл, точнее не килл, а то, после чего оппоненты сдаются. Выглядит так, Тефери антапнули 4 острова, с 2 островов поставили стасис, сходи. Оппонент затапан, ничего не может делать, вы проплачиваете ману за Тефери, за стасис, делая лендропы, а потом просто в какой-то момент, когда заканчиваются открытые источники, вы делаете Тефери минус 1 и снова положите проплачивать, а Тефери в этот момент делает плюс 1 и ищет вам земли. И вот, собственно говоря, тютер за стасисом в этой колоде только один, это мало на миксу. Поэтому часто, собственно говоря, даже с хайтайт эффектом, вы говорите хайтайт, чтобы было много маны, чтобы в этом ходу сказать мало на миксер, найти стасис и его поставить. Да, это та самая колода, которая стакает игру с стасисом, оппоненты сдаются, сумасшедшая карта для сумасшедшей для сумасшедшей колоды. Вот, я надеюсь, что здесь появится картинка с тем самым стасисом, который я хотел сказать. На нем вы видите подпись, это безумно редкая подпись автора карты Фэй Джонс. Знаете, кто такая Фэй Джонс? Вы не поверите, это тетя Ричарда Гарфилда. Когда в 93-м году Ричард Гарфилд пришел к своим друзьям, знакомым искать художников для магии, его тетя, на тот момент мега известная художница из Соединенных Штатов Америки, 36-го года рождения. Сказал, ну давай я племяш, для тебя нарисую одну карточку. И нарисовал эту самую карточку стасис, которая до сих пор, картинка которой считается одной из самых странных картинок за всю историю магии. И вот здесь, на этой картинке видите подпись стасиса. Фэй Джонс подписалась на коллекторс эдишн. Одна из самых редких подписей за всю магию, несмотря на то, что Фэй Джонс жива, но она не подписывает карты уже много-много лет, вообще массово, по-моему, никогда не подписывала. Вот это вот, я, честно говоря, первый раз в жизни вижу подписанной стасис, и это, конечно же, моя мечта иметь подписанную стасис. Ну вот, собственно, и все. Вот безумно сильный моносиний контроль на мудром тефере. Спасибо большое, надеюсь, вам было интересно. До встречи в следующих видео на канале Win Condition. С вами был Сережа Ламзин, лохматый на тапдеке. Увидимся!